Правовой турнир – это ежегодное событие для детей 10-15 летнего возраста, которое проводится во Всемирный день ребенка. Здесь собираются юные школьники, которые изучают право, знают свои обязанности. Я имею право на лечение, на воспитание, на заботу, на учебу, на все. Я обязана учиться в школе, слушать старших, хорошо вести. Диане 12 лет. Свои права и обязанности она тоже может четко перечислить. Говорит, одних знаний мало. Необходимо отдавать себе отчет в том, зачем это нужно. Если тебя кто-то обидел по твоему праву, например, ты платишь за обучение, которое тебе сказали, что оно будет бесплатное. Или ты платишь за свою болезнь, за медицинскую помощь. Еще одной участнице турнира Даши 11 лет. Девочка говорит, без волнения выступить не получится. Первый раз в месяц, как бы страшно чуть-чуть. И много людей. На правовом турнире собралось около 50 ребят. Занимательные викторины, кроссводы, тесты. Все это помогло детям с интересом провести время. У нас обычно правовые турниры проходят очень интересно, весело. То есть мы подбираем вопросы, в основном основанные на знании не только своих прав, но и литературы. Это и сказочные персонажи. Будет у нас и черный ящик, из которого ребята будут доставать определенные предметы и по ассоциациям говорить, о чем у нас вопрос. Одной из интереснейших особенностей правового состязания стало выступление детской шоу-группы. Ребята исполнили песни на сказке Шарля Перо, а участники турнира должны были отгадать, какие это произведения, а также какие права сказочных героев нарушаются. По словам организаторов правового турнира, не важно, кто победил. Главное – развивать знания у ребят. Святослав Данилов, Дельвер Меджитов, программа «Наше время». Святослав Данилов, Дельвер Меджитов, программа «Наше время».